В вопросах развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства особое внимание уделяется вопросам энергосбережения. С 2012 года совместно с программой развития ООН в Карагаде ведется строительство первого в Казахстане энергоэффективного жилого дома. До конца текущего года по заказу Министерства регионального развития и ПРООН белорусским проектом института жилища будут разработаны типовые проекты строительства энергоэффективных жилых домов. С 2011 года проводится работа по реформированию нормативной базы строительства, утвержден технический регламент, перерабатываются строительные нормы и правила, стандарты. В них в обязательном порядке предусматриваются меры по энергосбережению. По поручению правительства разработан особый порядок согласования и утверждения проектно-светной документации. Он позволит обеспечить применение в строительстве качественных энергосберегающих материалов и оборудований. Опыт первых двух лет реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства доказал ее эффективность и нужность. В регионах, где ремонт домов организован в соответствии с алгоритмом программы, отвечает экономия тепловых ресурсов до 30% и выше. Так, например, после ремонта дома по улице Кюшидина, 37 в Астане, достигнуто снижение теплопотребления в 2,5 раза или до 60%, экономия по горячему водоснабжению до 20%. К сожалению, есть и проблемы. Во-первых, некоторые акиматы погони за количеством отремонтированных домов забывают о мероприятиях по энергосбережению. Во-вторых, не решен вопрос финансирования ремонта домов на текущий год. Все это не может не сказаться на результатах снижения энергоемкости отрасли. По поручению главы государства строятся три центра энергоэффективности в городах Астана, Алматы и Ахтубе. Здесь будут размещены центры энергосбережения и распространения зданий, а также постоянно действующие выставки энергосберегающих технологий, материалов и изделий. Ежегодный охват слушателей курсов повышения квалификации в сфере энергосбережения указанных трёх центров составит не менее 6 тысяч человек. Сами здания станут демонстрационными площадками энергоэффективного строительства. Планируется, что уровень теплопотребления в них не превысит 30 кВт-час на квадратный метр. Для сравнения, сегодня средний показатель по Казахстану 270, здания класса А-170. В Европе нормативный показатель не превышает 80-100 кВт-час на квадратный метр. Уважаемый Сергей Николаевич, просим оказать содействие в решении вопроса финансирования материал-технического оснащения указанных центров. Для изготовления научно-лабораторного учебного оборудования, поставки и наладки, проведения других процедур, потребуется не менее 10-12 месяцев. Вся необходимая документация имеется. Цена вопроса около 1 миллиарда тенге. Просим поддержать. Опыт создания центров энергосбережения и распространения зданий у нас есть. За последние два года мы открыли пять таких центров на базе вузов технического профиля в городах Астана, Алматы, Ахтубе, Костана и Павлодар. И до конца 2014 года планируем открыть такие центры во всех регионах страны. За 2011-2013 годы переработано порядка 80 нормативно-технических документов в сфере ЖКХ, и в текущем году предстоит переработать еще 20. Проводятся научные исследования в области энергосбережения в ЖКХ и пропаганда политики энергосбережения. Позвольте высказать несколько предложений по совершенствованию законодательства в целях успешной реализации государственной политики энергосбережений. В частности, надо внедрить систему обязательной паспортизации объектов с момента ввода их в эксплуатацию. Необходимо установить обязательность периодического проведения энерго- и технического обследования всех видов зданий и сооружений за счет собственников. При этом рассмотреть возможность субсидирования части затрат на энергоаудит жилых домов. С целью стимулирования собственников квартир к проведению дорогостоящих, но необходимых мероприятий по энергосбережению, можно было предусмотреть субсидирование части основного долга по кредиту на ремонт домов при достижении индикаторов энергосбережения. При организации финансирования ремонта домов, лизинга приборов учета, автоматизированных тепловых пунктов и энергосберегающего оборудования можно использовать возможности, созданного для этого фонда развития ЖКХ. Пользуясь участием в заседании правительства руководителей регионов, хотел бы высказать предложение. Действенный механизм внедрения передового зарубежного опыта, привлечения инвестиций, трансферта технологий по энергосбережению является участие в инициативе Евросоюза соглашения мэров городов, которые объединены мэрией более 4 тысяч городов Европы и стран СНГ. Астана стала первым казахстанским городом, который 24 июня на официальной церемонии в Брюсселе подтвердит свое присоединение к соглашению. Период с 24 по 28 июня в нашей столице, наряду со столицами 25 зарубежных стран, с целью пропаганды энергосбережения пройдет неделя устойчивой энергии. Всю необходимую в консультацию пакет документов по присоединению к соглашению акиматы городов могут получить у нас в Казахстане ЖКХ. Спасибо за внимание.